В прошлом землебольшинство полагалось на старые приемы, но сегодня оно обирается на новые технологии. В провинции Хилонзян все больше молодых людей приближаются к черной земле и используют агрегатуру на основе новых идей, что приводит к увеличению доходов местных крестьян. Лю Вэнчу, генеральный директор компании по сельскохозяйственным услугам, Тим Фэн Уеста Бай Чуэн, она принадлежит к поколению 80-х. Два года назад Лю Вэнчу, увидев перспективу услуг опеки, использовал доходы от своего бизнеса в области доходов сельскохозяйственного производства для инвестиций в компанию по опеке сельскохозяйственных услуг. Если я занимаюсь только бизнесом в области доходов сельскохозяйственного производства, то фактически я зарабатываю деньги и поступаю от крестьян. Но если я занимаюсь опекой с земли, то могу помочь крестьянам заработать деньги. При весеннем севе нет абсолютно никаких проблем. Эта борозда, продержанная маленькой сельскохозяйственной машиной, имеет соответствующие проскости и прямолинейности. Но маленькая сельскохозяйственная машина не может быть сравнится с крупной. В команде Лю Вэнчу агротехника является специализацией джангяншаня, а технология сгущенной посадки на широкой борозде, которую он осуществляет, была распространена во всему уезду. Сосеев в прошлом году широкие борозды, мы засеяли образовые боря во всех посеках, и крестьяне увидели реальный рост урожайности и доходов. По сравнению с обекой и розничным земледелем, с точки зрения урожайности, урожай гукурузы повысился больше, чем на 5 кг с гектара, а сой, как правило, около 4 кг. Эта группа молодых людей вскоре стала известна в уезде. Крестьяне поспешили подписать из компании договоры и просить обеки компании увеличилась с 270 гектаров в два года назад до почти 7 тысяч гектаров в этом году. Нам не нужно беспокоиться о семенах, посеве и удобрениях. Мы просто ждем свою долю заработка. Когда мы свободны, мы также можем пойти работать или выращивать скот дома, что приносит еще доход, так что таким образом каждый готов довериться. Сейчас кукуруза стоит около 2 июня за килограмм, а если это клейка или смежая кукуруза, то она может стоить 5-6 июня за подчаток. На переданной нам земле мы попробуем сначала вырастить клейку и кукурузу. Если результаты будут хорошими, мы привлечем профессиональную команду для маркетинга. В этом году все просят обеки уезда Пайчен достигнуть до 40 тысяч гектаров, что позволит 9 тысяч крестьянских семей увеличить свой доход и распогодеть.